всем привет как вы заметили из последних моих роликов моей внешности появились некоторые изменения у меня появилась небольшая редкая седая бороденка который я стал отпускать но тут вот на днях решил постриться по ошибке сделал не то деление на постригальной машине постригся очень коротко в сегодняшнем ролике вы видите да ну и пришлось укоротить свою бороденку вот но дело в том что я совсем недавно я вообще чувствовал что нужно борду носить да а вот совсем недавно пришел протокол информации что оказывается еще генерал джеймс мэттис во время афганской войны обратился к войскам что чтобы отращивали хотя бы там бороденку размером меньше одного дюльма да вот а чем это связано оказывается пентагон во время афганской войны провел определенные исследования чем-то был связано но во первых американский спецназ чтобы походить и как бы находить контакт с местным селением и соответствовать их канонам они значит им разрешили они стали отращивать бороды спецназ американский да потому что по мусульманским законам предписывается мужчина носить бороду это признак мужественности и то да сюда но мужчина без бороды ты это пол мужчины мы соответственно американский спецназ начал заниматься этой фигней отращивать бороды вот и в какой-то момент руководство пентагона значит у их командиры и они сами заметили что оказывается наличие бороды спасает жизнь и серьезно повышает боевую эффективность вы это не просто голословно пентагон провел серьезные исследования они значит но наряду с разными другими не делать такой след взяли 100 человек 25 и спецназа с бородами 25 из спецназ без бороды и соответственно 25 из регулярными которые из регулярной армии которым разрешили бороду отпустить и 25 из регулярной армии без бороды из пехоты обычно да вот и все эти 100 человек участвую реальных боевых столкновениях в афганистане одинаково да и в конце концов когда провели исследования то есть эти ученые были просто обескуражены результаты были просто потрясающими короче 50 солдат с бородами никогда никто из них не был ранен или убит них практически не было проблем при бой столкновениях а в то же время у солдат без бороды очень был высокий уровень неисправности в первых личного оружия ранения вот были там некоторые смерти вот мы по крайней мере с ними все время происходило что то ли такое из ряда вон выходящие по уставу так сказать да вот и значит медики с начали дальше производить исследование оказалось что он систематическое отращивание бороды приводит к повышению уровня тестостерона то есть это мужского гормона принимающие много который стимулирует эндокринную систему и когда вот этой тестостерон повышается мужском организме то мужчина принимает более точные и взвешенные вам взвешенные решения физически он становится сильнее имеет более трезвые правильные быстрые решения стрессовой ситуации или ограниченные во времени ситуации вот ну и таким образом спецназ армии сша носит такие бороды примерно последние 15 лет и они значит в августе 2011 года запустили такой проект называется клуб обладателей тактической бороды тактической бороды да вот и сейчас в этом клубе насчитывается очень много постоянных членов по всему миру спецназов сразу да вот и а в 200 2017 году военным сша уже официально разрешили носить бороды не только спецназа всем остальным к слову говоря в швеции и в армии и в полиции разрешено носить бороды и очень многие тем полиции носит город и и кстати кубинские повстанцы во главе с фиделем кастро и че гевары были известны как барбудос помните барбудос там песня была про барбудос да а я этого не знала касса барбудос с испанского переводится так бородатые да так что вы теперь понимаете почему у россии сейчас возникают всякие проблемы и соседями вообще с мировым сообществом да хотя россия большая страна как бы имеет и имеет и армию большую и всякие полезные ископаемые денег вроде много вот но во главе этой россии находится ботокс и карлик у которого не то что морда от кого-то бота сама даже борода не растет да поэтому сами понимаете вот откуда идут эти проблемы и так какой у нас напрашивается вывод вывод очень простой чтобы россия встала с колен освободилась от санкций наложенных мировым сообществом чтобы хотя бы она заимела каких-то друзей из ближайших стран которых она не успела сильно обидеть можно срочно менять президента срочно менять вот как вы знаете у вова путина бороды нет и вырасти не может вот тем более накачан ботоксом после ботокса на не растет даже волосы на голове они растут вот его друган шойгу министр обороны не служивший в армии никогда не дня да вот у него тоже растительности на лице как бы не это самое не намечается ну и всех остальных там золотов кто там еще есть ну и не знаю но нет у них бород ни у кого нет да вот исходя из этого у нас остается один претендент в общем-то второй по мощности человек в россии это рамзан ахматович кадыров вот у него очень приличная борода в принципе с вполне спецназовская человек занимается единоборствами хорошо стреляет вот то есть абсолютно подготовный спецназовец и судя по исследованиям проведенными американцами которые подкреплены фактами раза рамзан ахматович является наилучшим наилучшей кандидатуры на пост будущего президента россияне вот но на этом сегодня мы заканчиваем